Дерзкое преступление совершено в Екатеринбурге. Днем прямо у родильного дома убит акушер-гинеколог. Одна из основных версий следствия связана с профессиональной деятельностью погибшего. Была ли это месть пациентов, пыталась выяснить Ксения Лукина. Рабочая смена в 20-й городской больнице сегодня началась с минуты молчания. Врачи возложили на место трагедии цветы, зажгли свечи у портрета погибшего коллеги. Утро, в 8 часов с букетами все прошли, все положили цветы. Погибшему врачу было 39. Илья Васильев работал акушером-гинекологом в роддоме в районе Химаша. По словам очевидцев, после смены пострадавший направился к своему автомобилю. Здесь на него напали. Злоумышленники ударили по голове врача и скрылись. Его автомобиль, припорошенный снегом, до сих пор стоит в дворе больницы. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в реанимации. Следственный комитет второй день работает на месте происшествия. Подробности трагедии интересуют не только правоохранителей. Пациентов также волнует судьба врача. Медики рассказать могут немного. Преступление произошло как раз в пересменку. Я ушла без 10-3, а в 15 часов случилось это вообще ничего не знаю. Утром узнала только в 9 часов. Я просто поинтересовалась у доктора, что случилось с такой молодой. И как бы вчера же получается. Не сказали, что убили во дворе, говорит. От чего, почему, не знаю. Коллеги и знакомые отзываются об Илье Васильеве только положительно. А что могло стать причиной такой расправы, здесь даже не предполагают. Адекватный, хороший мужик был. Да, настоящий врач. И человек хороший. В причинах дерзкого преступления предстоит разобраться следователям. Проверяется несколько версий, в частности, про сигнал деятельности потерпевшего. В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия, принимается меры к допросу свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается. По факту гибель Ильи Васильева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего». Ксения Лукина, Александр Жанников. События ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова